Привет, с вами Кик. Не успели мы опомниться, как наши китайские друзья из Infinix выпускают смартфон с крутейшими характеристиками в своем ценовом сегменте. Они уже являются одними из крупнейших производителей смартфонов, захватившими рынок Африки, Пакистана и Индии, а теперь взявшими курс на российские просторы. Еще бы, кому не захочется похвастаться фоткой с камерой на 108 мегапикселей. Да что уж фоткой, можно наснимать целый альбом и несколько фильмов в 2К разрешении, пока не забьешь 256 гигабайт. Давайте же рассмотрим девайс поближе, а там будет видно, получилось ли у Infinix подобраться еще ближе к нашему народу. Но прежде нужно сказать пару слов о комплектации. Нас сразу же ждет увесистый зарядный блок на 33 ватта со стандартным кабелем USB-C, а на сам смартфон уже аккуратно наклеена защитная пленка. Сразу плюс к карме. Дизайн мы отдадим на ваш суд и лишь опишем некоторые элементы. Note 12 Pro легкий и тонкий для телефона с диагональю 6,7 дюймов. Многим нравится эта глянцевая панель с круглым блоком камер, которая придает капельку ощущения внеземного происхождения. Корпус матовый, пластиковый, зато выглядит как металлический. В толщину он всего 7,8 мм. И на роли лопаты он не годится. Грани угловатые, поэтому нет такого ощущения, будто телефон выскользнет из рук. Справа по обычаю качельки громкости и кнопка включения со сканером отпечатков, который, к слову, показался медлительным. Слева лоток для двух наносимок и SD-карточки, так что можете использовать смартфон как семейный архив. Снизу динамик, микрофон, разъем для гарнитуры и USB-C. Спереди свисает капелька фронтальной камеры, над ней второй динамик. Ну а теперь включим смартфон. Нас встречает молодая фирменная оболочка XOS под управлением Android 12. Систему можно очень детально подстроить под себя без каких-либо жестких ограничений. Тут, по секрету, даже записывать звонки можно без постороннего софта. Infinix также позаботились о модуле NFC. Как вы уже могли заметить, экран очень яркий, благодаря AMOLED-матрице. Она также обеспечивает цветопередачу и углы обзора не хуже IPS и при этом потребляет меньше энергии. Правда, частоту обновления экрана по какой-то причине оставили 60 Гц, что может огорчить в особенности любителей мобильных игр с FPS 60+. Внутри всем заправляет прокачанное в производительности решение свеженький Mediatek Helio G99, а также 8 ГБ шустрой оперативки с возможностью расширения до 13 ГБ. В Antutu такая система близка к 400 тысячам баллов, так что поиграть можно во что угодно на средне-высоких настройках. Кстати, в Infinix предусмотрен целый пакет инструментов для игровой оптимизации. Тут и качественное позиционирование стереозвука искусственным интеллектом, три варианта оптимизации картинки, например, с повышенной контрастностью, чтобы можно было разглядеть снайпера в кустах. А если не разглядели, то два вибромоторчика сообщат, что герою прострелили колено. Ну а система охлаждения из девяти графитовых слоев не даст смартфону расплавиться у вас на руках даже при длительной нагрузке. Все это значительно расширяет игровые ощущения от мобилок. А из них мы решили показать популярный сейчас шутер Standoff 2. Врубаем максималки и погнали! Игра сразу затянула динамикой боев, разнообразием оружия и скинов и парой-тройкой режимов. Хвала процессору, игра плывет без нареканий, раскрывая графический и игровой потенциал. Кстати, Standoff 2 разработала казанская игровая студия Axel Bolt в 2017 году и вот выросла в многомиллионный проект с игроками по всему миру. А теперь стало еще и киберспортивной игрой. А прямо сейчас при поддержке Infinix проводится масштабный турнир Standoff 2 Major by Infinix с призовым фондом миллион рублей. Все ссылки, чтобы следить за новостями, мы оставим в описании. А пока продолжаем обзор. Батареи на 5000 мА хватит поиграть на 4-6 часов или на день полтора рутинной работы. Полная зарядка проходит за полтора часа. Золотой стандарт. Еще производитель гарантирует 800 циклов зарядки без потери емкости. Ладно, пора заценить зрение нашего Infinix. В приложении камеры тоже полно настроек, с которыми мы успели поиграться. Однако сказать, что наши ожидания оправдались, не можем. 108 мегапикселей с новейшим сенсором показали слабо детализированную картинку. Видео можно снимать в 2К разрешении при 30 кадрах, но без стабилизации. Фронтальная камера на 16 мегапикселей снимает неплохо и без особенностей. Таким предстал перед нами Infinix Note 12 Pro. В нем есть все для комфортного использования в повседневной жизни, особенно для школьников и студентов. Infinix запасся памятью и производительностью на годы вперед, а камеры будут раскрывать свой потенциал, если Infinix продолжит улучшать свой софт или вы возьмете инициативу в свои руки, установив сторонний софт и настроив все под себя. А пока что есть, то есть. На данный момент это все равно один из самых лучших доступных аппаратов за 20 тысяч со скидками. Мы предполагаем, что Note 12 Pro найдет отклику многих пользователей и возможно получит широкое распространение. А как вы думаете, тепло ли примет наш народ новоиспеченный Infinix? Пишите, что думаете в комментариях. Ну а с вами был Кик, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok